Итак, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодняшнее видео хочу начать с небольшого обращения. Обращение будет такое. Может быть, вы заметили, что на прошлой и позапрошлой неделе у меня было по одному видео. Это, в общем-то, потому что просмотры сильно упали. Во многом благодаря тому, что в стране было достаточно много других инфоповодов. И бьюти было, наверное, на последнем месте по просмотрам. Но вы, наверное, можете возразить, что известные блогеры, у них так и были просмотры, там много-много тысяч, да? Ну, на то неизвестные блогеры. Когда у них аудитория полмиллиона человек или даже миллион, и все равно посмотрит значительная часть аудитории, они получат свои десятки, а то и сотни тысяч просмотров. В то время, как маленькие блогеры получат, скажем, вместо 200 своих обычных просмотров, получат 50. Пожалуйста, если вы пропустили предыдущее видео про отдушки в косметике, то, пожалуйста, посмотрите его. Если оно вам не очень интересно, то просто хотя бы поставьте без звука на просмотр, потому что это очень поможет моему каналу. Любая ваша активность помогает моему каналу. Лайк, дизлайк, что угодно поможет. Если вам не понравилось видео, то тоже об этом напишите в комментарии. Мне будет... Это важно услышать. Фу, да ты ни в чем не разбираешься. Пользуюсь всю жизнь маслом брокколи и заебок. Пиздец, какое говно я только что посмотрел. Петушок. Так как ты смеешь мне указывать, где твоя докторская степень по химии? 20 лет практики в дерматологии. Ну что ж, а мы начинаем. Итак, сегодняшняя тема, как вы уже догадались, наверное, по названию, это силиконы в косметике. Силиконы, они же диметиконы и множество другое различных веществ. Ну, диметикон просто одно из них самое популярное. Почему решил снять это видео? Мне в комментариях часто пишут что-нибудь вроде как. Этот крем, ты советуешь этот крем, но там же как для жирной кожи, там же диметикон. Ну, в этом креме есть силиконы. Ну, в этом креме есть и так далее. И да, сегодняшние диметиконы вызывают больше всего таких комментариев. Поэтому я решил сегодня поставить все точки над и. Почему я рекомендую косметику с диметиконами? Почему я сам ей пользуюсь? Почему я считаю, что она подходит для жирной проблемной кожи? Сегодня мы, наконец, поговорим об этом, о наболевшем. Итак, если вы начали интересоваться косметикой, то вы, наверное, наталкивались на такой сайт «Экоголик» и на списке различных веществ, которые не должны содержаться в косметике, по мнению экоголиков и этого сайта, соответственно. Особое место среди них занимает диметикон. Почему он занимает особое место? Есть различные парабены, есть множество других веществ, которые у нас также на слуху. И да, действительно, есть данные, какие-то там старые опровергнутые исследования, тем не менее, что когда-то там была вероятность, что он может принести вред. Либо там какие-то примеси в отдельных партиях этого вещества могли нанести вред. Они могли быть потенциально вредны. Есть разные данные о парабенах, о тальке. Тем не менее, эти вещества все еще считаются абсолютно безопасными, хорошо изученными. А с диметиконами самое интересное то, что не было никаких исследований, не было никаких даже доказательств вреда. То есть, у них репутация абсолютно кристально чистая. Тем не менее, их многие стараются избегать благодаря тем мифам, которые создают в интернете, в том числе, такие сайты, как, прости господи, Экоголик. Итак, сейчас мы прочитаем, что нам Экоголик пишет о диметиконах и попробуем обсудить, что не так с этим сайтом и что вообще такое диметиконы. Прежде чем я буду зачитывать и зайду вообще на сайт Экоголик, буду зачитывать информацию, которая там предоставлена, представлена. Я должен нарядиться по Экоголической моде, по Экоголическим стандартам. Блять. Надо было, наверное, завязочку сделать. Нет. Итак, диметикон в косметике. Диметикон является одним из самых популярных силиконов в косметике. Это синтетический полимер, предназначен для смягчения кожи и волос и создание защитной пленки, продающей гладкость и шелковистость. Он помогает производителям создать ощущение эффективности косметики, но при этом таит в себе опасность. Итак, вред диметикона. Нанося изо дня в день косметику с диметиконом, вы забиваете поры и не даете коже дышать. Со временем это может привести к появлению высыпаний, так как под этой непроницаемой пленкой собираются кожные выделения и бактерии, приводящие к образованию прыщей гнанечков. Если же ваша кожа сухая, то такая пленка также усугубит проблему. Помимо этого, силиконы, применяемые в средствах для волос, могут со временем приводить к истончению волос, прости господи, и даже к их выпадению. Это вызвано тем, что силиконовая пленка закупоривает волосяные фолликулы, приводя к нарушению их кровоснабжения, питания и воздухообмена. Постепенно луковицы волос истончаются, что влечет за собой обильное выпадение. Натуральный диметикон. Диметикон, как и другие силиконы, запрещены в натуральной органической косметике. Так, помимо своего синтетического происхождения, они еще и загрязняют окружающую среду, не разлагаясь в долгие годы. Существуют ли натуральные силиконы? Нет. В природе нет силиконов, но есть вещества, похожие по действию, вполне способны заменить диметикон. К таким веществам относятся масло брокколи, инулин, инновационный цензу олив. Какая прелесть! То есть сайт даже не пытается уже прикрываться тем, что он просто является площадкой для рекламы натуральной косметики. Если же вы все же не готовы перейти на косметику без силиконов, то помните, что силикон необходимо тщательно смывать с кожи, а средства для волос, содержащие силиконы, запятую пропустили. Лучше не носить на корне волос. Что же сайт Экоголик нам... Какая же информация с сайта Экоголик является правдивой? Спойлер. Никакая. И с вашего позволения я сниму эту нишуру, потому что она постоянно спадает с головы. Итак, а теперь давайте серьезно. Что же такое силиконы? Силиконы изготавливаются из... песка. Песок это диоксид кремния. Собственно, из него же состоит кварц и состоит слюда. И из этого всего изготавливаются наши с вами силиконы. Силиконы могут быть нескольких типов. Это маленькие силиконы с небольшой молекулой, сложные силиконовые цепи, силиконовые полимеры и так называемые функционализированные силиконы. Так называемые маленькие силиконы, это силиконы, которые обладают некоторой такой вязкой формулой, даже текучей формулой. При этом они не остаются на коже, они испаряются. И сюда относятся такие, например, вещества, как фенилтреметикон, а также циклопентасилоксан. Силиконовые полимеры. Что относятся к силиконовым полимерам? Силиконовые полимеры, к слову, могут быть как достаточно жидкие, так и, в общем-то, вязкие, твердые. К ним относятся вещества с длинной молекулярной цепью, с более сложной структурой, которые также в этой структуре повторяются, эти силоксановые компоненты. Сюда как раз таки относятся диметикон, который имеет название полиметилсилоксан. И также сюда относятся полиметилсилсисквиоксан. Функционализированный силикон – это силикон, к которым еще добавлен дополнительный атом для увеличения их функциональности. Собственно, это амодиметикон, либо диметиканол. Итак, как же определить вообще силикон в составе средства? Вы, в общем-то, не обязаны знать весь список веществ, которые относятся к этому классу. Вам достаточно знать, что это, как правило, те вещества, которые заканчиваются на кон, канол и силоксан. Ладно, подходим постепенно к самому интересному. Зачем вообще применяются силиконы в косметике? В какой косметике не применяются, что они вообще дают? Может быть, без них можно обойтись? Может быть, действительно можно просто мазаться маслом брокколи, и все будет зашибись? А вот нет. Итак, в уходе за кожей, в уходовой косметике силиконы, во-первых, они гипоаллергенны, они не раздражают кожу, они нереактивны, то есть они не вступают в какие-то дополнительные реакции с другими веществами в креме или в другом средстве. И вы можете быть уверены, что формула остается сохранной, неизменной на протяжении срока годности всего средства. Они не комедогенны, кроме того, они помогают веществам лучше проникать в кожу. Есть, конечно, и другие проводники веществ в кожу, которые помогают косметике работать, лучше оказывать более выраженный эффект. Это, например, спирт. Ну, простите меня, спирт достаточно раздражающее средство, которое многим противопоказано при постоянном применении, да и вообще, в общем-то, косметику со спиртом лучше избегать, в то время как есть более достойная альтернатива, которая без раздражения, без какое-то дополнительное увеличение чувствительности кожи может также помочь косметике работать. Силикон также используют как увлажняющее средство. Силикон также помогает защищать кожу от, например, таких факторов, как обветривание, как ветер, либо от натирания. Например, если вы носите маску, ну, мы сейчас как бы все носим маски, и натирание маской может вызвать такое явление, как маскные, какие-то явления раздражения и так далее. Так вот, силикон создает как раз-таки классную пленку на коже, которая является проницаемой, о чем я скажу далее. То есть, в чем сайт Экоголик не прав, это раз, что пленка является непроницаемой. Но сейчас об этом мы поговорим. Кроме того, силиконы встречаются в... Давай почти в любой косметике встречаются. Большинство косметических средств содержат в себе силиконы, потому что они улучшают распределение продукта на коже, улучшают его стойкость, например, это очень важно в макияже. Либо в санскринах, да, в санцезащитных кремах они используются для продления его влагозащитных свойств. Кроме того, они используются в физических санскринах, чтобы вот эти диметиконы обволакивали молекулы, собственно, физических санскринов, да, там оксид цинка, диоксида титана, чтобы предотвратить комкование, например. Как я уже сказал, силиконы очень-очень важны в макияже. Если бы у нас не было силиконов в макияже, то, скажем, пудра, тональный крем, они бы забивались в маленькие морщинки, в более глубокие морщины, в поры. Они бы комковались. И вообще бы все выглядело бы, мягко говоря, не очень. Таким образом, мы используем силиконы в праймерах для макияжа, также в тональных средствах, в пудрах. Они есть везде. Они улучшают наши впечатления от продукта. Они помогают его распределить по коже и продлить его срок действия на коже. Кроме того, они предохраняют этот слой макияжа от растрескивания. Они таким образом продлевают стойкость помад, например. При этом они не вызывают какого-то неприятного ощущения на губах. Они имеют такое на ощупь шелковистое ощущение. Силиконы, кстати, в рассыпчатых пудрах имеют очень интересное свойство заблюривать кожу. То есть они создают такой эффект, что ваши поры выглядят не то чтобы меньше, но как будто... Вот в английском есть такое выражение airbrushed finish. То есть такое ощущение, что кожа фотошоплена. Вот такое умеют делать силиконы. Что же вы скажете, тогда затирки для пор делают? Если он забивает поры, значит затирки для пор делают, чтобы, ну, как бы сгладить поры. И тогда он наверняка забивает поры. Заебись объяснил. Но об этом мы опять же поговорим чуть-чуть позже, буквально через минуту, о том, почему силиконы не забивают поры и почему их безопасно использовать в так называемых затирках для пор. И перед тем, как мы перейдем, собственно, к поры, к тому, забивают они поры или нет, мы поговорим еще немного о силиконах в продуктах для волос. Да, силиконы в продуктах для волос имеют очень важное значение. В общем-то, шампунь-бальзам без силикона, он вам скорее всего не понравится. Он из ваших волос делает мочалку. В то время как силиконы создают защитный блестящий слой на волосе и помогают самим чешуйкам быть таким более приглаженным. То есть, они защищены от слущивания. Если у вас волос не защищен силиконами, то вот эти вот чешуйки, они слущиваются, и ваши волосы выглядят реально не очень хорошо. В общем-то, они как таковые, это не лекарственное, конечно, средство для волос, не панацея, но они скорее работают как консилер. То есть, они маскируют ваши проблемы на волосах, но они их не лечат. Еще очень важный момент для волос. Я не так вообще давно стал заниматься вопросом ухода за волосами. И очень интересно, что от того, как часто волосы ваши теряют влагу и снова наполняются влагой, чем чаще это происходит, тем более хрупкими они становятся. Ну, в общем-то, логично. Постоянно сужаясь и расширяя, собственно, вот этот вот волос, он у вас становится более хрупким. Собственно, и силикон как раз-таки защищает волос от постоянного расширения сужения и от воздействия температур, кстати, от сушки феном, от воздействия утюжком. И все это вместе предохраняет волос от потери чешуек. Короче, мы уже выяснили, что силикон для волос это круто. А кроме того, силиконы, они еще используются в медицине очень активно. Например, всем известный, всем алкоголикам известный энтеросгель. Энтеросгель это тоже силикон, который родственен диметикону и всей этой семье силиконовой прекрасной, который, собственно, убирает все токсины в кишечнике, если вы съели что-то не то, выпили что-то не то, отравились и так далее. И он хорош тем, что он не всасывается в кровь. Он просто проходит через кишечник, унося с собой все токсины. Кстати, есть еще силикон, который помогает людям с метеоризмом. Это, в частности, семитикон. Семитикон его можно найти под торговым названием «эспумизан». Я думаю, что у многих сейчас в голове заиграла реклама «эспумизана» «в животе ураган». Ну, вы поняли. И, собственно, он помогает снижать образование газов в кишечнике. Так забивает этот ваш сраный силикон поры или нет? И ответ – нет, он не забивает поры. Почему? Представьте себе молекулу силикона. Она очень большая. Она не может просто так проникнуть в глубины кожи. Она создает, вообще силикон создает на поверхности кожи, в отличие от масла, скорее не пленку, а сетку. То есть, через эту сетку продолжает газообмен кожи. То есть, кожа продолжает при вспотевании, оттуда, соответственно, испаряется вода. При этом он предохраняет кожу от трансэпидермальной потери влаги силикона. Вообще, очень круто, да? В то время как, например, масло, тоже масло брокколи, ха-ха-ха, оно покрывает кожу непроницаемой пленкой. Ну, то есть, какое-то количество жидкости, конечно, через нее проникает, но в целом она гораздо более плотная и окклюзивная, чем пленка, которую создают силиконы на коже. И это пленка, которая создает масло. Под ней размножаются бактерии, под нее хуже испаряется влага, и таким образом создается парник. Парник, который очень опасен для людей с проблемной кожей, с кожей, которая есть акне. Таким образом, вы можете ухудшить акне, если будете пользоваться косметикой с натуральными маслами. Вообще, кстати, все самые страшные ядовитые субстанции на Земле натурального происхождения. Ну, это так, к слову. Я в инфобоксе оставлю ссылку на исследование, где, собственно, собрана информация о том, что диметиконы, и вообще косметика на основе силиконов, она не комедогенна, она не забивает поры, и она показана в лечении проблемной кожи, атопичной кожи и кожи с различными заболеваниями. Да, в чем проблема силиконов? Кстати, эта проблема была упомянута именно в странице на сайте Экоголик, на которой, кстати, не было ни одной ссылки на исследование, и были допущены пунктационные ошибки. Проблема первая. Они не биоразлагаемы. Да, сука, они не биоразлагаемы, но они разлагаемы. Там написано, что они разлагаются десятки миллионов лет. Блин, мне нужна моя шапочка. На сайте Экоголик написано, что силиконы разлагаются десятки миллионов лет. На самом деле это не так. На самом деле пластиковая упаковка, в которой производители, рекламируемые на сайте Экоголик, выпускают свою продукцию, она разлагается гораздо дольше, чем любые другие, чем любые силиконы. Силиконы разлагаются до двух лет. Они, попадая в окружающую среду, при контакте с почвой, со светом, с кислородом, они распадаются. Некоторые улетучиваются, превращаясь в углекислый газ. Некоторые при контакте с илом, например, попадая в воду, превращаются обратно в песок, превращаются обратно в часть почвы. И таким образом они ведут себя, в общем-то, как стекло. То есть стекло, оно попадая в окружающую среду, да, оно разлагается очень долго, но оно не является какой-то проблемой при попадании в среду, в отличие, например, от пластика. Однако все еще косметика продолжает изучаться, и если возникнут какие-то новые доказательства, какие-то новые факты против деметиконов, то я об этом тоже расскажу на своем канале. В инфобоксе я оставлю ссылку на исследование, про которое я говорил ранее, и также я оставлю ссылку на пост блога LabMuffin Beauty Science. Это блог доктора медицины и косметического химика, который на своем канале на YouTube в том числе рассказывает об особенностях применения, использования тех или иных косметических ингредиентов в различных формулах. И вообще у нее очень-очень интересный канал. К сожалению, видео у нее достаточно сложные для восприятия, поскольку она использует очень много терминологии, схемы, и объясняет в целом с научной точки зрения. И она всегда в своих постах, всегда в своих видео приводит ссылки на достоверные источники. Вы также можете с ними ознакомиться по ссылке внизу. Итак, у меня, наверное, на этом все. Что-то я тут совсем разошелся. Тут уже пахнет паленым от моего стула. Так что, в общем, что я хочу сказать. Всем большое спасибо, кто посмотрел это видео. И пишите в комментариях, как вам моя шапочка. Вот, я вообще, на самом деле, пытался сделать берет. Ну, вышло то, что вышло. Итак, на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк, дизлайк, написать комментарий и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И всем, кто досмотрел до сюда, я говорю до встречи в новом видео. И встретимся в комментариях, как обычно. Всем пока!